Войти в школу теперь можно только после нескольких испытаний. Обязательно надеть бахилы, медицинскую маску, обработать руки антисептиком и пройти бесконтактную процедуру измерения температуры. Всё это вот уже неделю преодолевают учителя и родители школьников. Первые, чтобы оставить новые домашние задания и забрать тетради, сданные на проверку. Вторые, чтобы сдать тетради и взять очередное задание. Дистанционное обучение перестраивает жизнь всей семьи. Ну, есть трудности. Лучше, конечно, когда в школе, потому что самому приходится всё объяснять. А ребёнок как реагирует? Нормально, всё понимает? Ну, что не понимает, ещё мы в интернете, или списываемся, созваниваемся с учителями. То есть всей семьёй теперь учитесь? Ну, да. Сегодня в 71-ю школу приехал в Рио губернатора области. Процедуры те же. Маска, бахилы, антисептик, проверка температуры. Первым делом Игорь Кобзев оценивает готовность медкабинета к приёму школьников после снятия режима самоизоляции. Здесь даже оборудовали отдельный кабинет для учеников, у которых выявят признаки ОРВИ. Кабинеты и коридоры обеззараживают специальным составом. Обрабатывают парты, стулья, подоконники, дверные и оконные ручки, стены и полы. Ну, а в соседнем классе идёт онлайн-урок английского языка. И Кобзев снова на связи. Сегодня с учениками выпускного класса. А как вот качество образования от этого падает? Или наоборот, вам удобнее даже так? Да нет, отлично. Иногда появляется возможность больше позаниматься на порталах ИШУЭГЭ и подготовиться. И много, получается, объём довольно большой, получается, пройти за урок. На сайте школы создали образовательную платформу. Там можно найти расписание онлайн-уроков, электронные образовательные ресурсы и даже ссылки на скайп-адреса педагогов. Надеюсь, что для школы этот этап развития тоже будет конструктивный. И многие педагоги почувствуют себя уже в другом качестве. Уверен, что и школьное образование, и в вопросах безопасности, и получение школьного образования нашими воспитанниками, оно не снизит тот учебный процесс, который должен быть, и не снизит вопросы безопасности. Так сейчас работают все школы региона. Пока даты окончания дистанционного обучения не называют. Марина Беклемишева, Артур Рощупкин. А вы оставайтесь дома и смотрите АЭС-ТВ.